Привет, друзья! Меня зовут Вова Гура, а это новое понедельничное видео. Сегодня я вам расскажу о том, как выиграть в конкурсах ВКонтакте, и как выиграл в них я. Итак, мы начинаем. Как вы видите, здесь два моих подарка, которые я выиграл в конкурсах. Это диск с автографом Макса Барских, а также формы для льда. И первый подарок, который я выиграл, это были формы для льда. И сейчас я вам расскажу, как я их выиграл. ВКонтакте есть такая замечательная группа, как Киночеатр Бумер. Бумер Киночеатр находится буквально в километре от моего дома. Он находится в торговом центре район. Я зашёл на официальную группу этого Киночеатра ВКонтакте, а там проходил конкурс в честь нового года. Делаю репост, ставлю лайк и вступаю в группу, и победитель будет объявлен. И уже через неделю с помощью сайта Random случайных тисел администрация этой группы выбрала победителя, и им оказался я. Там разыгрывалось сразу два приза, это блокнот и серии мультфильмов Дисней, Холодное сердце, а также второму месту давались формы для льда. Я занял второе место и получил долгожданный подарок. Мне написали и сказали, что уже через неделю вы сможете подойти в наш Киночеатр и забрать свой подарок. Я пришёл примерно через месяца-полтора после того, как я их выиграл, и забрал. Сейчас я вам расскажу историю. Я наконец решил забрать этот подарок, пошёл в этот Кинотеатр и сказал то, что я выиграл подарок. Они сказали, выбирай. Я сказал, выбирать что? Они мне сказали, ну ты же выиграл бесплатный билет в нашем Кинотеатре. Я выиграл формы для льда, и мне их дали. Мне не пришлось не говорить ни имени, ни фамилии, ни в каком конкурсе я выиграл. Мне просто их отдали. То есть, как я понимаю, это мог просто обычный человек какой-то подойти, сказать, что он выиграл в конкурсе, и ему бы отдали мой подарок. Вот этот факт меня расстроил. А вот, кстати, и та конкурсная запись, с помощью которой я выиграл формы. А вот запись, где уже написано то, что я стал победителем. Давайте мы распакуем формы для льда, и я вам покажу, как они выглядят. Это белая коробка, на которой написано название мультфильма «Холодное сердце». Кстати, этот мультфильм стал лучшим анимационным мультфильмом за 2013. И он получил Оскар. Это был спойлер. И вот в такой коробочке лежали формы для льда. Кстати, они были в таком пакете. Самих форм для льда здесь четыре. Они одинаковые. То есть, одна какая-то женщина и снежинка. И они повторяются. То есть, я смогу за раз сделать четыре формы. Вот так вот они выглядят. Кстати, здесь тоже написано «Холодное сердце». Ну, то есть, это официальная атрибутика этого мультфильма. А мы плавно переходим ко второму конкурсу. Если первый конкурс я выиграл 21 января, то второй конкурс начался 6 февраля, уже в другой группе, которая называется «Эрше». «Реальная школа». Это официальная группа сайт «Реальная школа». Кстати, до этого конкурса я не знал о существовании ни сайта, ни этой группы. Как я попал в эту группу? Я слушаю музыканта-композитора Макса Барских. В официальной группе этого исполнителя были ссылки, где проходят конкурсы на получение его диска с автографом. Вот этого диска. Я понажимал на все эти ссылки, и во всех этих источниках уже закончился конкурс, кроме одной группы «Реальная школа». Там были точно такие же задания, как и в первом конкурсе, то есть, делать репост, лайк, вступить в группу и ждать, когда Рандо Случайных Тесел выберет именно тебя. Но в чём разница от первого и второго конкурса в том, что во втором был только один победитель, и только один человек мог выиграть диск с автографом Макса Барских. Я сделал репост, и уже где-то неделю через полторы-две были итоги этого конкурса. Итоги были подведены 14 февраля, именно в тот день, когда композитор представил свой новый альбом по Фрейду. Мне написали в тот же день то, что «Поздравляем, вы выиграли в нашем конкурсе, вы можете забрать свой диск уже 14 февраля». То есть, я забрал этот диск уже на следующий день после того, как я его выиграл, потому что, ну уж, очень мне хотелось его получить. И теперь он у меня есть, но проиграть его не могу. DVD у меня поломан, а дисковод в ноутбуке не работает. Так что печально, но зато у меня есть этот диск, и я этому рад. После того, как я получил этот диск, я написал администрации группы RSH, что я выиграл конкурс, что я забрал диск, и мне сказали, чтобы я сфотографировался с этим диском, и присылал фотографии им. Все мои фотографии с этим диском вы можете пройдя по ссылке, ссылка будет в описании под этим видео. Вот. И меня опубликовали на сайте RSH. Меня, кстати, некоторые люди поздравляли, писали в комментарии. Спасибо, мне очень приятно, что вы даже там меня находите. Вот фотография самого конкурса, где я сделал репост. А вот фотография, где написано, что я выиграл его. А вот несколько фотографий у меня с этим диском. И давайте же я вам всё-таки покажу этот диск. Диск выглядит так, и в принципе ничего особого я мог его купить, но... Здесь автограф. Автограф Макса Барских. Также я узнал то, что таких дисков с автографом есть только пять. Он подписал всего пять дисков, и один из них он у меня. Вот все мои подарки, которые я выиграл в конкурсах ВКонтакте. Желаю вам удачи, и выиграть тоже много конкурсов. Присылайте свои победы мне в официальную группу ВКонтакте. Ссылка внизу этого видео. Кто не вступил, вступаем. А кто вступил, просто заходим каждый день. Там много разных новостей и интересных событий в моей жизни. Кстати, если вы захотите поучаствовать в конкурсах, или вступить в группу, о которых я уже говорил в видео, ссылки на каждую из этих групп есть в описании под этим видео. А все репосты и участие в моих конкурсах есть на моей официальной странице ВКонтакте. Встретимся уже очень скоро, а именно следующий понедельник на моём канале в YouTube. А также не забываем, что каждую пятницу на моём втором канале выходят тоже новые видео. Так что всем пока, до новых встреч, новых видео. С вами был Вау Бура и пока-пока. 29 марта на втором канале InstaStudio 2 будет проходить прямая трансляция. Это будет уже моя третья прямая трансляция, в которой я поговорю с вами о многом том, что осталось после прошедшей прямой трансляции. Также о планах на мой основной канал и на мой второй канал в дальнейшем.